зачем пугает амнезия своими дебильными головоломками еще посмотрим я посидону сейчас отписался в телеге может зайдет на стримчик а то он заказывал и дорог седан как моя игра выиграла в контакте голосование выиграла твоя игра ну вот а чё так решили в амнезию пройти узор у нас никакое не решение у нас сегодня сам да и просто зрители заказали мы играем ну чего давайте начать но варю очень странная буква у но варю игру играть так как было задумано разработчиками или враги будут замечать вас быстрее огнивая масса будет встречаться реже автосохранение отключено и на сохранение любую тратиться огниво потеряв рассудок вы погибнете не давайте как задумано разработчиками поехали не забывай вот даже озвучку решения забывать день идет за мной нужно торопиться меня зовут дали живу в лондоне что я натворил это безумие нельзя забывать нельзя я должен его остановить соберись меня зовут ну ладно по крайней мере имя запомнил это у меня бывает проблема с нами персонажей в играх тут сложно будет забыть в журнале добавлено воспоминания для быстрого доступа нажмите как воспоминание нажмите м проверяйте следую застряните идите последует жидкости и выясните куль откуда она течет записки вот этот шрифт прям в резидент и вал и сален хилл старенький такой идите последует жидкости вот это что я огниво использовали чтобы зажигать свечи и другие источники свет текущее количество можно посмотреть там здоровье рассудок и журнал а потушить можно источники света дарил нет блин как же вызвали там точно давид димас его звали димас каскадера блин и зачем блин это плавное передвижение такое странно падает дабы дабы ну теперь ничего не страшно чтобы открывать нажмите право чтобы открыть закрытие не право я чуть не работают как она идеально застряла в столе чтобы на нее можно было сесть гачебаз человек светло ну типа начала игры я кому поярче сделал чтобы вам нормально было огниво да я одни огниво подбираю что жжешь над шкафчиками тупые места для брянок потому что дбд странно что здесь разлили какую-то розовую краску ладом и кровь меня шукачала немножко вот этих поворотов камеры гача держи кровь единорога так в каждом шкафчике должно быть огниво строжно ставьте в темноте вы медленно теряйте рассудок освещайте окружение используя огнило и другие источники света ну-ка картин это осмотреть хочется какие осуждаемые картины голые люди там какие-то во-первых байк ты будешь уже в шкафчике да ну не еще гача это гач все у меня есть камень могу отбиваться старый архив остальные дети подбадривали его все быстрее повторяя его имя неужели в самом деле это дело подому мальчик и бросил в жертву камень вы становитесь очевидцем событий выводящих из равновесия вы теряете рассудок а можно вернуть решая загадки и продвигаясь вперед и легкая головная боль один привет я ну я давным-давно ее значит начинал играть помню ты мне еще советовал в школе было еще я тогда отыграл где-то половину и по моему она мне надоело ну как бы сейчас то я уже понятное дело ничего не помню все же это давным-давно до стримов было подобрана лампа вы можешь зажечь нажать f в инвентаре когда она заправлена маслом а чё по маслу ну вот оно масло нам понятно сундук крутой давай откроем это самый легкий сундук в мире сделан из ваты лоб так свет побольше будет пустой ну знаешь дерево все равно не летает вот так легко чем играть в страшилки на ночь не уснешь ведь алла не первый раз подобрано масло к вам погорит потребляет масло чтобы подлить масло в огонь даже нажмите на него 19 августа 39 в себе хотел бы я спросил помнишь ли ты 16 век началу боюсь когда я выпью этот эликсир твоей голове не останется ни одного воспоминания не бойся да не могу не пей подумай но я выбрал забвение постарайся найти в себе силы потому что у тебя есть цель ты мой последний шанс все исправить как же субтитры не совпадают с диалогом все еще вызывает у тебя гнев если нет то тебе не понравится то что ты должен сделать иди во внутреннее светилище найди и убей александра он стар и слаб а ты молод и силен ты легко с ним справишься еще одно за тобой идет тень это оживший кошмар который разрушает все на своем пути я перепробовал многое от нее не уйти ты должен продержаться как можно дольше и искупи наши общие грехи даниэль спустись в подземелье к александру и убей его бывший ты даниэль секрет очка или нам сюда и надо бывший во рту был устойчивый вкус розовых лепестков рахат лукум подумал он совсем как тот который подавали в консульстве в константиноболе обратно можно старые архивы все движения такие плавные это в замке александр да в каком-то смысле пойдем возьми секреточка этот сюжетец не думаю она связана с как вы назвали это место внутреннее святилище самый главный зал он находится за камерой на самом деле он в глубине скал под бренненбургом а вот нормальный сундук вот это я понимаю я сомневаюсь что я могу туда попасть там никакой не ключ чак человек чак я туда не пойду не поддаются ну еще бы спасибо за фоу чуть полу вера миссии всегда когда вижу фолловеров на каких-то таких играх старых понимаю что наверное вы пришли с ютуба я же не отсюда на нет дожди отсюда начали спустился а нет я вот оттуда пришел стример не тупой не запоминает места давайте сюда сходим пока лаборатория хорошо что журнале нет доступных воспоминать да мне не воспоминания нужны мне ладно мне воспоминания как раз и нужны были по пути в дувр ему пришлось заехать в кантерберрием там зашел проверить родных вам еще в совести за того что он совсем их не видел не помню не знаю если не прочистный текст нажав н иди в святая святых найди александра да я понял мне для него наверняка для них наверняка еще ключ нужен масляночка маслен очкам я прям помню как я по этим подвалом ползал кого года игра у истории достаточно где-то середин двухтысячных не 2012 я думал чуть 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 пораньше на самом деле химическая колба древний алхимический эксперимент это моя третья попытка создать искусственную жизнь ранее компонент не обладали необходимой мощи однако чувствую что я на правильном пути коломен и аури пигмент должны быть по умолчанию а куприт прочно их связывает на этот раз я возьму азотную кислоту вместо царской водки надеюсь благодаря этому раствор станет более однородным эксперимент завершился неудачно раствор по прежнему очень кислый годится только для того чтобы служить в качестве моющего средства при контакте органических тканей с раствором начинается особенно бурная реакции таких случаях надлежит действовать с предельной осторожностью возможно не удастся использовать формулу однако я уже теряю надежду найти алхимическое решение моей проблемы значит крепкой и одна часть азотной кислоты написано и номер 2006 так перемещение реагентов реозентов за отсутствие дымохода пары получившиеся во время последних экспериментов подействовали на многие нестабильные ингредиенты которые я храню часть из них похоже не пострадал однако многие загрязнены и спасти их будет нелегко сделать все что моих силах и перенесу их винный погреб понял значит нам туда необходимо четыре разных химиката вот вас ты играл да от вас полностью пройден на ютубчике есть и первое и второе и вторая часть первую прямо перед второй проходили а вторую в ночь релиза ею за один за одну ночь прошел весело было даже не в ночь релиза у меня там помогает ранний доступ стримерский был мне там что повезло разрабы скинули ключ я такой о чё варить будешь ну вот водку царскую суть по всему чё еще блинный погреб открыть можно только ключом хорошо значит в архивы наверно пойдем включенном скорее а вот отри вот эти реагенты нам скорее нужны чтобы вот тут дверь открыть или что такое там было сказано что он разлагает какие-то ткани и прошел астрадал ну да страдал к проходил 2 классно что поделать если игра такая не я такая игра такая кстати outlast там новостей новых не писала своем асимметрики то а то у них же там тоже дпд выйдет пока что поскольку монструм выглядит совсем отвратно как поймал можно ли статуэткой придавить таракана не нельзя предмет двигатель левый джойстик да именно это я и буду делать спасибо 16 мая 1839 алжир беспощадное африканское солнце по-прежнему мешает экспедиции копать невозможно до заката до сих пор ума не приложу как профессор герберт обнаружил в этой пустыне нужное место я снова спросил его про гробницу а он в ответ рассказал мне легенду о тин хинан матери всех людей история конечно занятная но я теперь просто уверен что он что-то скрывает от меня те завтра людей в гробницу попытаюсь добраться до усыпальницы чтобы не скрывал от меня профессор мы наверняка найдем тут что-нибудь стоящее для британского музея в лондоне час минутку тем же вечером мы нашли в дюнах ход который ведет к некоему сооружению занесенному песком профессор был уверен что то есть гробниц которому ищем он приказал остальным проложить нам дорогу это было холодно темной ночью в cyberpunk будет микротранзакция на только в мультиплеере мультиплеер выйдет 2021 году ничего себе crusader kings 3 вышел ты в такие игры не играешь не формат моего стрима совершенно в такие игры на стриме я не играю нет так стул иди отсюда решаешься настоящим я обязуюсь контракт визе вильгельма я обязуюсь верой и правды служить александру барону бронербургу этот контракт будет действовать три года по истечении которых я вновь обрету свободу кроме того александр барон брюнербург обязуется рекомендовать мои услуги при дворе короля пруссии в святая святых ордена черного орла да не сломает никто это печать вильгельм дом герих ну пока что без ебак пока что не страшно халявки 17 мая 10 дневника про лжур руки дрожат но я должен написать о случившемся иначе боюсь что забуду что-нибудь из-за нервного потрясения сегодня с несколькими рабочими отправился в гроб гробницу факелы горели тускло в затклом воздухе подземелья арабы оказались суеверны они были напуганы и громко спорили меня начал доставать их голдеж и собравшись силами я прикрикнул на них чтобы шли вперед мы спускались по скатам и разбитым ступеням гробницы меня удивило что проход был высечен очень грубо мы думали что гробницу построили в четвертом веке но камни казались куда древнее извилистый коридор привел нас в огромный зал постепенно стояли подобных которых я в жизни не видел они были выполнены с величайшим мастерством и казались странно знакомыми меня до сих пор преследует это чувство в конце зала была огромная каменная плита которая закрывала путь дальше я приказал поднятие и стоило мне пройти в узкий проход как плита рухнула я был в ловушке и хора как светло так ну я понял я понял если вам светло то я уменьшаю до правый квадрат неразличим но неразличим это где-то здесь все нормально так лучше так это вот та же самая комната что здесь старые фолианты сундучок чем я по маслом кстам надо поюзать помните времена когда на твиче раком были хорроры это были хотя бы игра и не дождь чате как подожди плане типа то что это был так сказать основной контент или что у людей хорроры история края по моему хоррор это всегда было весело людям всегда интересно когда стримеры пугаются все такое в этом нет ничего такого можно тут понажимать чё чёрт нельзя как последний раз пугался хорроров праве стопрусе не знаю песня song of horror я пугался потому что меня мне персонажа терять не хотелось а ты его терял просто так да на song of horror немножко ну вот это вот пугало но это как бы меня геймплей пугал резкая резкая смерть 17 мая 1839 год мне показалось что я колотил по камню целую вечность пока не отчаялся я был запят задыхаюсь я рухнул на пол и попытался собраться вдруг я заметил слабый синий свет я с трудом передвигал ногами но заставил себя идти к этому завораживающему свету а я меня должен заставить себе идти до завораживающему свету он не спешил гаснуть в темноте я чувствовал его притяжение я потянулся к свету но он выскользнул из пальцев и я вспыхнул унося меня прочь на меня навалились странные видения спиральные башни бесконечные пустыни и невозможную архитектуру следующее что я помню это скрежет камня и голоса арабов которые вытаскивали меня из усыпальницы в руках я сжимал осколки страны ну как всегда как всегда в чем-то виновата древняя какая-нибудь египетская или рябика вытащена из старых гробниц не понял какой игре идет речь кстати поседон целом весь резик 7 пугалка на сидел один в темноте без хромака дождение outlast он так стримил не резик или резик стримил замка слишком я уже помню что из этого придет день все может обрушиться мы ведь пытаемся выиграть время сделаем все что сможем но нужно укрепить слабые банки земля задрожит и все может рухнуть на нас особенно в нижних помещениях здесь здесь и здесь пусть слуги принимаются за работу у вас стоит да я помню резик 7 в темноте стримил ну ну потом я решил что это на самом деле не не очень не очень формат хоть и в темноте но все равно такое себе и решил что ну нафиг больше хорроры вот так в темноте не стримил так чё это у нас тут все завалило так здрасте стена хрупкая рукой не пробьешь я уж как бы собирался искать молот какой-нибудь там кувалду но он взял и пробил ее рукой когда задействуешь первую услышишь этот звук если он прекратится придется начать сначала не слишком нельзя пренебрегать о стороне головой легко фрагенцию а я почем-то писем когда да 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 я вспомнил что за игра но название вообще не помню кстати местный фольклор так а чё третью часть дневника мы так они или вот он ее зачитал нам недавно альтштадт и замок брейнербург 1801 еще один край с богатым фольклором альтштадт затерянный в глубине лесов восточной пруссии в течение многих веков здесь ходили история в этой деревушке и и соседи замки брейнербург тихие поросшие лесом и украшенные озерами горы выглядят красиво как на картинке однако здесь обитают темные силы спросите спросить любого местного жителя он заверит вас что народные суеверия здесь связаны с событиями имевшие место в действительности каждый путешественник должен принять участие в подобных беседах ведь они невероятно увлекательны у каждого местного жителя своя версия событий однако некоторые темы кочуют из одной истории в другую собиратели эта история уходит корнями в эпоху тридцатилетней войны говорят что солдат забывшие о долге заблудились в холодном и темном лесу и были обречены вечно бродить по нему их грешные души изуродовали тела солдат и лишили их сущности по словам тех кто их видел эти солдаты жуткие призраки они бесшумно ходят по лесу стараясь держаться подальше от чужих глаз их называют собирателями поскольку они похоже стремятся похищать живых существ присутствие этих призраков можно обнаружить по стонам жертв которых они носят в мокрых холщовых мешках какие страшные цели преследуют эти собиратели отмененный визит начале 16 века альцштадт посетил известный эрудит генрих корнелий агриппа две недели он прожил на местном постоялом дворе занимаясь поисками сведений о древних королевствах на него обратили внимание местные влиятельные лица его имя упоминается во многих хрониках того времени однажды он отправился изучать некую пещеру недалеко недалеко от полян на северо-западе и в деревне больше не появлялся известно что генрих скончался 10 лет спустя в гренобле он отрицал тот факт что когда-либо бывал в альцштадте поневоле задумываешься что же произошло на самом деле кто-то таинственный человек посетивший сонную деревушку в лесу и что с ним стало бессмертный барон барон бренбург жил в уединении в своем замке по соседству с альцштадтом как и многие другие аристократы вместе с титулом наследовал фамильные легенды а его замке известно лишь то что он сгорел в конце 16 века и был восстановлен неким александром дворянином из рейнской области который назывался защитником прусского государства александр обеспечил процветание этого края и пользовался любовью народа в течение всей своей жизни его родня всегда скрывала подробности своей семейной истории поэтому даты рождения и смерти александра и его потомков никогда не были записаны это стало почвой для слухов о том что барон на самом деле это тот же самый человек который пришел с запада более 300 лет назад пережил оккупацию вместе с другими великими людьми этой страны вступил в орден черного орла 300 лет шестнадцатый век шестнадцатый век александр набирал новых бойц в свой данжен там что-то было про нужный звук значит я неправильную книгу выбрал наверное или неправильное сочетание книг порядка порядок порядок о чем а по 1 гибки ну я пожалуй пойду мы пожалуй в дбд поиграем когда стикаешь достигнешь статуса ли адамин сантин идет а О закрытом винном погребе Вильгель моего идиота И ставят под удар мои эксперименты Небрежно обращаясь с человеческими оболочками Шериф внимательно следит за тем Что происходит в лесу и убивает моих верных слуг Рано или поздно след приведет их в Брянбург Нужно посадить под замок Вильгельма и его людей Только так я смогу помешать следствию Поэтому пока все не уляжутся Винный погреб будет под замком Либо люди короля уйдут Либо они погибнут с голода Да пусть хоть сгниют Мне все равно возможно стоит напоить их вином Это в каком-то смысле решит обе мои проблемы Да, поить людей винишком Это всегда правильный выбор Говорил, что первые бака и шкафчик Да? Так, что здесь? Не пофиксилось? Не, ничего Нет Нет Блюет кто-то нам в уши сзади Я тут, пожалуй, посижу Так, я точно записки-то не все нашел, не? Химикат перенесен в винный погреб Ага А, все, все три нашел, да, все правильно Он его нам зачитал И мы забрали этот древний артефакт Сферу Что там было? Там вот сюда, наверное, да? Да Валим, валим, валим Дело сделано, сказали люди Гробницу откопали, Тинхенан ждет Ждет и ждет, что теперь? Ждет и ждет Ты же правильно понимаю, что Здесь все-таки заперто, да? Ну, да, почти Прочное, податливое вещество Нельзя порвать не голыми руками С помощью инструментов Блин, очень странно, что на самом деле На втором экране чуть темнее Еще на первом Вот прям самую малость Как это с чем-то связано Ведь изображение передается один в один Я, конечно, понимаю, что этот мой монитор гораздо лучше Может быть, поэтому Так, что у меня голова гудит? Ага Ну, типа Ну, дело же не в мониторе тогда получается Почему картинка Типа с видеокарты вот такая А карту захвата немножко другая Стоит в темноте Медленно потерять рассудок Ага От Моника зависит Ну, наверное Ну, мне тоже кажется Что это как-то вот с Моником связано Куда подевался барон Да плевать Он оставил нам столько вина Мы будем вставать за недей Или хотя бы на завтра Каламин я случайно подобрал Да я же только здесь Ай, свечу зажег Огниво А, книжка Бочки нет масса А теперь в лампе есть Пара капель Че, прям лампу наполнили? Балдюш Народ мне кажется что мне просто не сюда да нет все таки там надо двигать по ходу правая кнопка чтобы подтолкнуть его держа объект руках удобно так темно убит понял понял нет к вам мы не пойдем если враг рядом держитесь в поле зрения прячьтесь темноте не вне поля зрения пейте настойку опиа чтобы увеличить здоровье помогает заживлять раны рассудок гудит голова колба для различных миссий папа убежище уже наткались это кто и что нет нет рассудок да сбегайте смотреть на врагов слишком долго это вредит рассудку вас конечном счете могут увидеть я понял уже охренеть уже мышку просто шатает все я не уверен куда он пошел но я немножко рип по-моему она я неправильно прочитал сообщение дмитрий убежище какое убежище а там оказывается он просто написал про ебаку участка буду за мной и она как тяжело а а аури пигмент нам же три нужно было да все мы можем валить отсюда где он рассудок смеси четырех химикатов получается мощная кислота моя третья попытка калмин и аури пигмент должны быть по умолчанию куприт прочно их связывает азотная кислота вместо царской водки а мы нашли куприт каламин колбу и аури пигмент блин значит нам еще нужен нужна царская водка может быть здесь где-то я пока прятался не увидел ну все правильно это та комната в которой он был столько все масло из расходу здорово самоудачу так страшно ашов не расслаблялись ты че стартовал турнир по тарькову ты чего его что так сумел прожить три дня в алжире после чего наконец его нашлось место на корабле шучем гибралтар блин у меня 4 реагента надо до 4 4 химиката 4 химиката блин таракан отвалите от моего экрана во все рассудок вроде в норму пришел до чуть-чуть нет смесь органическая может удастся растворить азот на кисоту на желудочную я бы не против герой эта идея не понравится даниэлю я все еще помню как позову скримере были ну так чуть-чуть не ну все здесь должно быть по идее студия край так опубликовал первый скриншот писи версии край так в разрешении 4k на время ручка сервера соборы графических настроек тянет ран кризис грузис грузис что ни один ком не потянет вот одна единственная дверь в которой я не ходил что что я тут подождал что что это за место это да вроде никого фу мерзость смирить оказывается последним реагентом были духи последние слова вильзельма я вильгельм из рода генрихов это мои последние слова моя исповедь и завещание два года назад меня вызвали в замок броненбург я как и почти все остальные аристократы не мог понять что понадобилось от меня рыцарю ордена и поэтому принял приглашение барон был настроен дружелюбно и изложил мне свою просьбу мне стало ясно что он предлагает жуткие контракты что был выбран из-за своих прошлых прегрешения не потому что отличался на военной службе по малейшему капризу барона я не задавая никаких вопросов должен был похищать здоровых людей взамен обещал отрекомендовать меня при дворе и тем самым поспособствовать моей карьере я был бы рад сказать что я колебался однако на самом деле решение принял быстро с того самого дня я приводил броненбург мужчин женщин и детей их число я не упомню но их было много быть может даже сотня никого из них я с тех пор не видел всем вечером барон пригласил меня и моих людей винный погреб чтобы отпраздновать наши успехи пока мы спускались по лестнице заподозрил неладное однако барон настоял на том что мы все должны выпить вина был прекрасный вкус и мои люди пили вдоволь так началось наказание за наши грехи барон запер нас и ушел наверх простите меня за то что я сделал я был слаб поддался на его дьявольские хитрости мои люди кричат их кости раздирают им кожу я чувствую как бунтуют мои внутренности из глаз потекла кровь и я больше не могу царская водочка я на всякий случай освобожу этот шкафчик рассудок кстати кристально чист пук чамп ну кажется можно бежать вот так вот прочитал историю а на мужике который умер в этом подвале и рассудок сразу же кристально очистился ой лицо прямо пленула ой пар синяков царапин тут ткань пахла пустыне и мускусом но не вперемешку лежали фрагмент их слишком много подмогу где нить вот свечи есть так мы поехали четыре разных химиката ну давай куда у меня ноги подогнулись то потому что дверь закрыть не чего нужно зажечь пламя в топках как думаете есть разница в каком порядке или нет баночку баночку поставь негде использовать вовсе да вот на фоне пандемии за неделю смогу купить свой бюджет по-моему это не удивительно не банк с кислотой пауча класс кажется отсюда что-то выбралось это похоже на большого паука шо и страшного паука и чё теперь коробку подставить блин адоват очень хочет сходить у меня отец простыл как бы больно я думал с ним вместе сгонять на больными идти на такое как все легко то оказалось еще фанфиков не читал там сразу и кекс 2 фанфиков про что думы skyrim смогли запустить на электронном то есть самый старенький классический дожди skyrim skyrim не очень старенький где покупать на во всех аптеках страны конечно то есть она сюда не подходит а почему я понимаю что мне надо вот в этот подвал чучело который с тобой гоняется невеземо да здесь нельзя драться с и баками алхимик блин по подвалом каким-то ползаю тостер сегодня грим-рок проходил тоже по подвалам ползал перегонный завод темновато здесь темновато дам и на то есть причина но ты уже можешь зажечь фанат если хочешь а что за причина почему темно держись поближе не отходи в сторону чем причина зачем тут такая теме будь внимателен в них иди прямо и не делай ни шага в сторону как скажешь враги близко присев становись немного немного не не замените лампа закончилась как я вовремя маслице подобно именно ввиду по лору игра на уязвим нотку же мы знаем же вообще все в голове как говорил лисин борьба свечи идет в голове закройте сквозняк будет 22 и возвращение тридцать девятый год прошло больше месяца с тех пор как я последний раз писал дневник после того что случилось в гробнице профессор попросил меня вернуться в англию сказал что не хочет рисковать всей экспедиции если мне вдруг станет хуже оказалось что он зря беспокоился но я рад что все так вышло сегодня утром я нашел свой дневник среди экспонатов которые привез из африки там же лежала и разбитая сфера обернутая тканью я попытался собрать ее но не смог счастье не подходили друг к другу словно были от разных сфер может мне все почудилось тогда может эта сфера никогда не была целой лисин говорит попал q лети о это классика по-другому и нельзя и понятно где и бак они ничего не вижу 25 июня стою восемьсот тридцать девятый год решил продолжить вести дневник хотя изначально завел его чтобы писать об африканской экспедиции я просто уверен что сфера это какая-то важная вещь я решил собрать ее сам но куда-то это труднее чем казалось на первый взгляд осколки ведут себя странно они все время еле заметно меняют цвет форму и даже текстуру вчера я сделал замеры и отметил ориентиры на поверхности осколков сегодня мои опасения подтвердились осколки изменились я был потрясен и побежал к лучшему геологу лондона сэру уильяму смиту я завел разговор о том как камни меняют форму смит рассказал мне о строении стекла и о том как оно сжимается под своим весом и медленно тает веками словно лёд я немного успокоился но по-прежнему уверен что эти осколки не земного происхождения вы инопланетные ебаки я мужик ну что с рассудком полегче ну сбойся я же так найду здесь ничего я на свету все хорошо все хорошо несколько капель масла благодарочка руками не подняюсь 5 фейерверки начали запускать вчера время просмотру сериала напугали еще я думаю кто стучит ребятки что-то застряло и как понять что и где фейерверки в честь чего-то хрена знает просто кто-то пускает и все код новый год видимо фристика спасибо что напомнила ну вот какая-то херня не нет это просто крепление но я не знаю чё там вы посмотрю что ли быстренько в этот раз вроде не так громко а вот вот она не так громко в душе у меня окно закрыто стример не слепой обращение нету тут ничего ну ну в лебедке что застрял лебедка вот она вот ага полк и могу как следует ухватиться хова какахом ходим каким-то с вами может и чертова знают второй день подряд странного архивы из погреба он ушел под воду темные воды атлантики сдавили его отчаянно пыталась понять как выбраться ну точно клуб кстати не очень уже помню что в пенумбре было проходили будут три назад нет ни три где-то слышь отстань меня не 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 так это его типа вирус она здесь прям откроется и мне не надо будет еще раз уезжать из 55 к измени голос эхо коридоров замка у хорошо давай я максимальное эхо поставлю я не знаю насколько он будет звучать максимальное эхо эти аглете 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 нормально нормально ну как ну как сил сил давайте так вот так получше так ебак отстань станет нас вижу тут темно страшно кажется надо было налево сходить тяжелые ворота кажется именно эти ворота и и открывались бедный юрик я знал но кажется здесь ничего нет ну как ну как ну как ну хоть ходить рядом со мной темно еще собака все погнали так туда туда я сказал молодец как хорош по-ручку или здесь не ну здесь новая конечно я вам скоро закончишь туда лови лови косточку лови молодец маслица это невидимая или просто 2 до видимо видимо значит понял ой окусяется окусяется все-все-все-все-все-все нормально все закрыл двери и все хорошо надеюсь полая и главный куда мне в жопу засунуть что скажи пожалуйста что какой интересе отправляется станции рейс страшилок амнезия уже отправился час назад мы все пропустили вы опоздали дверь заперта на простой замок видимо мне надо этот звук гачебаз так по-моему она откроет дверь сейчас все пошли 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 в панели от что-то большое коснулось его ноги и он почувствовал что течение у нас что прочь игре становится все темнее темнее что здесь надо двери на себя открываются кто так делает на бой выбить нельзя было текстурки его к 2 не задняя комната escape арест так все эхо закончилось хватит Продолжение следует...